Подмосковные первоклассники из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 1 сентября, получат портфель с необходимыми школьными принадлежностями. Эту новость мы обсудим с заместителем начальника Ленинского управления социальной защиты населения Андреем Миковым. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Я вижу, вы к нам пришли не с пустыми руками, но прежде чем посмотреть, что же внутри этого замечательного рюкзака, я думаю, мы немножко сохраним интригу. Я попросил бы вас более подробно рассказать, кому же именно положено вот такие школьные принадлежности. Решением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева будет оказана поддержка семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области. Эта величина на сегодняшний день 12 493 рубля. И такие подарки будут вручены первоклассникам из семей, малообеспеченных с доходом ниже, который я сказал. И есть определенные условия для предоставления этого подарка, так его назовем. Первое – это ребенок должен поступить для обучения в образовательное учреждение среднюю школу Московской области. И родитель и ребенок должны иметь место жительства, то есть мы зарегистрированы по месту жительства в Московской области. Это вот такие основные условия для получения вот такого подарка. Давайте посмотрим, что же там внутри этого рюкзака, что входит в этот подарок. Ну, к каждому подарку у нас прилагается вот такая открытка или поздравление от губернатора Московской области со словами теплыми и напутствием в школьную жизнь. И, кроме этого, конечно, в подарке есть такой необходимый набор школьных принадлежностей на первое время. Это ручки, тетради, предметы, необходимые для образовательного процесса. В среднем стоимость подарка самого рюкзака и наполнение в него где-то порядка 2500 рублей составляет. Конечно, на весь год не хватит, но в любом случае это помощь, и это, думаю, будет приятно родителям и деткам. Ну да, я думаю, что это, в общем, 2500 рублей неплохая сумма, которую сможет экономить семья, у которой и так с финансами, в общем-то, не все в порядке. А, хорошо, какие необходимо предпринять действия для того, чтобы получить этот подарок? Ну, вообще, постановление губернатора о предоставлении вот этой меры социальной поддержки было подписано только сегодня. Мне вот буквально сообщили перед приходом сюда в студию, что наконец-то пришло подписанное постановление и порядок предоставления этой меры соцподдержки. Значит, конечно, необходимо будет подать заявление. Пока мы будем принимать заявление только у себя на школьное 60 в управлении соцзащитой. В дальнейшем будет реализован порядок и через МФЦ, и через портал госуслуг, конечно. Значит, пакет документов, в принципе, стандартный, и он знаком многим получателям услуг, которые получают у нас детские пособия областные. Это паспорт, это, значит, заявителя, это свидетельство о рождении. Документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три месяца, предшествующие обращению. Свидетельство о заключении брака родителей, если брак расторгнут, о расторжении брака. Справка из образовательного учреждения, из школы, что ребенок зачислен в первый класс. И, кроме этого, нужно подтвердить место жительства ребенка. Выписка из домовой книги. Вот, в принципе, такой основной пакет документов. Один раз предоставляется, значит, только когда ребенок идет в первый класс. Если в семье несколько первоклассников встречается и такое, значит, на каждого ребенка. Но на каждого ребенка нужна отдельно справка из образовательного учреждения. Отлично. Спасибо, что рассказали нам о такой приятной новости. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с заместителем начальника Ленинского управления социальной защиты населения Андреем Миковым.